Дальнем Востоке У нас достаточно потрепаны первые страницы Отпал полностью переплет, блок выпал из книги Очень хорошо, что были сохранены сторонки родные Сначала их не было видно, мы здесь приподняли уже лидерин И увидели, что родной переплет сохранился Он был просто защищен и вот так вот закрыт Корешок сохранился Нам предстоит большая работа по реставрации А уже ближе к концу этой работы мы расскажем историю Удивительную историю этой книги Переходим к разборке книги Нам нужно... Мы будем мыть, весь блок мы будем мыть Лидерин нам не понадобится Мы будем сохранять родной переплет К переплету вернемся позже Сейчас важно отделить тетради, чтобы можно было начать промывку КОНЕЦ Переходим к водным процедурам Книгу разобрали на тетради И теперь начинаем их замачивать Листы только замочили, но вода уже начинает желтеть Уже видно, сколько у них пыли, грязи И вот она начинает выходить Прошло совсем немного времени Нам необходимо поменять воду Но посмотрите, как хорошо, как наглядно видно Насколько много грязи в этой бумаге было Первым делом надо расправить весь листочек Чтобы посмотреть все фрагменты, которые у нас остались родные И уже места утрат будем доращивать по периметру Ну и там, где это необходимо Наши листы помылись, они стали чище Визуально, конечно же, еще остались цветовые изменения Но, к сожалению, их можно вывести только химии на основе хлора И мы такие средства не применяем Теперь мы переходим к реставрации Начинаем с самого первого листа Чтобы у нас тетрадь была ровно по размеру с блоком Мы подложили внизу хорошую тетрадь Которая дает нам понимание На каком расстоянии один листочек должен быть от другого Чтобы сделать корешковую реставрацию И при этом не надо будет потом подгонять каким-то образом листы Реставрация первой тетради Вернее, первого листа закончена Мы дорастили все утраты Укрепили полностью японкой этот лист Поскольку он имел очень много разрывов И бумага у книги крайне тонкая Поэтому пришлось его укрепить Теперь этот лист отправляется в пресс Мы продолжаем работать дальше И уже посмотрим с вами на готовые листы Перед тем, как сшивать блок Книга у нас отреставрирована Предварительно она была помыта Почищена Отреставрированы в основном первые и последние тетради Корешки подверглись Корешки были во многих местах отреставрированы Тетрадки сейчас выглядят вот таким образом Все чистенькое, все красивенькое, ровненькое Переходим к работе с переплетом У нас здесь основная проблема заключалась в том Что книга в какой-то момент попала во влажную среду Клинкор отслоился от картона Сам картон в принципе в хорошем состоянии Мы местами дорастим уголки Почистим и переплет покрывной материал Клинкор сам и картон немножко Возьмем вот такую ткань Для дублирования Для того, чтобы дорастить утраты В дальнейшем обратно весь клинкор вернем на родной картон То есть менять здесь ничего не будем Как видно хорошо на видео Картон от клинкора отходит без особых трудностей Точнее он вообще отпал Нам теперь нужно его немножечко укрепить А потом уже работать с клинкором Дорачиваем углы тоже картоном Бескислотным картоном Он немножечко, ну не немножечко Он отличается по цвету Но в данном случае это не критично Потому что все это будет закрыто покрывным материалом И эту разницу никто не увидит Собираем основу переплетом У нас сейчас должны выклеить мы отстав И старые переплетные крышки Вот из картона, которые сохранились Выклеиваем мы это все на новый материал На новую ткань Она будет, как я уже сказал, основой Нового переплета Не одна же у нас закроет все места утрат А цвет мы выровняем уже в ходе тренировочных работ Нам приходится не локально Обычно, ну не обычно Точнее часто мы локально реставрируем И доращиваем ткань Но в данном случае клинкор очень сильно обветшал Он весь рвется Поэтому было принято решение Использовать большой кусок ткани То есть целиком сдублировать покрывной материал Это будет намного надежнее и крепче Мы завернули полностью покрывной материал Вот этот дублирующий покрывной материал На сторонке Скруглили корешок Сейчас вклеиваем блок И только после этого мы перейдем к работе Старым покрывным материалом А именно выклеиванием его На отреставрированный переплет Блок у нас сшит Клеиваем мы его в первую очередь корешком А дальше потом уже будем вклеивать марлю и нафорез Переходим к реставрационным мероприятиям А именно возвращением Родного покрывного материала На переплет книги Вот мы с вами можем наблюдать Переднюю сторонку уже почистили Немножко от вековой можно сказать Пыли и следов жизни книги А теперь переходим к задней стороне Чистим мы механически, аккуратно Стараясь не повредить покрывной материал Но при этом чтобы книга Чтобы переплет стал немного чище Немного светлее Мы закончили работу над этой книгой И прежде чем перейти к демонстрации И посмотреть что в итоге получилось Давайте параллельно Немножечко поговорим об истории этого издания Поскольку это очень показательный момент И я думаю это будет интересно многим История семьи История книги Начинается в военные годы Когда многие семьи были разорваны друг от друга Люди разъезжались Кто-то уезжал на фронт Кто-то уезжал работать на заводы Терялись связи Терялись поколения Переставали общаться По тем или иным причинам Сейчас сложно по это рассуждать И мы многого не знаем И одной из таких семей была Та семья Откуда пришла эта книга Уже в наши дни Наша заказчица Не могла долгие годы найти Свои родовые корни Она искала Находила то там какую-то информацию То там Они много изучали Вместе с братом Ездили в разные города Пытались найти И вот при посещении Одного из города Одного из городов Где должны были По данным Быть проживать Их дальние родственники Она находит Вы не поверите Свою бабушку Причем находит ее За тысячи километров От Владивостока И эта бабушка Рассказывает Что она всю жизнь жила И мечтала Чтобы к ней Приехали кто-то Из ее родственников Потому что она осталась Там абсолютно одна Умерли уже все Близкие Кто жил с ней Она уже долгие годы Жила одна И она рассказывала Что каждый день Молилась По псалтерю Чтобы рано или поздно Чтобы вернее До ее Уже кончины Ее нашел Кто-то из родственников Ну тут сложно Описать те чувства Эмоции Которые переполняли Этих людей Когда они встретились Когда произошла Эта встреча И по окончанию Их общения Уже когда Пришло момент Ехать домой Она подарила Своей внучке Вот эту книжку Именно по ней Она молилась Долгие годы И попросила ее Сохранить После того Как наша заказчица Вернулась домой Буквально Прошло Около месяца Может чуть меньше И она получила Известие О том Что бабушка ее Морва Конечно же Эту книгу Было принято Решение сохранить Проходит еще Совсем немного Времени И наша заказчица Видит В анонсе Что приезжает Реставрационная Мастерская Ваш реставратор И конечно же Она не могла Не прийти На эту встречу Мы очень тепло Пообщались Она подарила Свои небольшие Книжки Со стихами Очень милыми Стихотворениями Показала фотографии С бабушкой С семьей Своим общением Невероятно Светлая Теплая Женщина Очень эмоциональная Очень Энергичная Яркая Это было Интересное Знакомство Мы взяли Эту книгу В работу Мы ее Отреставрировали Мы отреставрировали Именно родной Родной покрывной Материал Вернули его на место Вернули корешок Немножечко прописали Название Чтобы Не уйти от Истории книги Не делать ее Новодельной Но чтобы название Появилось Мы полностью Промыли книгу Отреставрировали Все странички Сшили ее Собрали воедино Здесь не было Сильных Утрат Ну точнее Есть местами Конечно Утраты текста Но они незначительные Книга В хорошем состоянии Ее Долголетию Ничего не угрожает Она проживет Еще долгие годы И я уверен Что станет Таким Знаменем Истории семьи Таким Как я уже сказал Артефактом И будет передаваться Из поколения В поколение И эта история Будет передаваться Так же От поколения В поколение Я уверен Таких историй Множество Таких книг Множество И это прекрасно Что люди Стараются их сохранить Стараются сберечь И чем больше Таких историй Чем больше таких людей Тем крепче будут Наши семьи Не только в нынешнем Формате А семьи Через поколения Это же прекрасно Когда мы помним Наши корни И чтим их И воспитываем Наших детей Именно с уважением К предкам Спасибо всем Кто был с нами Мы идем Работать дальше А вы оставайтесь На нашем канале У нас множество Интересных видео Подписывайтесь Следите за нами Оставляйте в комментариях Свои пожелания Что бы вам хотелось Еще увидеть Чего вам не хватает Что сделать лучше Мы ко всему прислушиваемся Стараемся Как-то реагировать Что-то улучшать Что-то делать интереснее Надеемся Что вы Оцените на труд И Будете с нами Долго-долго-долго Спасибо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok